Белоснежка и Семеногов Белоснежка и Семеногов Белоснежка и Семеногов похож я абсолютно на него не похож в этом смысле потому что так и нету его и все вот в этом смысле и очень и очень смешной и очень и и вот я смеялся рядом с ним просто как будто меня щекотит а вот как с мишей тоже вот я вот тоже ведь я сижу с ним и смеюсь вот и значит я думал что рассказать у него были хорошие машины и у него был мерседес где-то года 79 последний у него был вот такой который все знают такой большой а был форм 405 называется такая полу спортивная модель гордился страшно и в общем и хвастался и всем рассказывал что немыслимая машина и нашел тоже специалиста в машинах значит меня я сел еле туда влез она маленькая спортивная так и у меня ноги я с 13 лет вот такой же как сейчас вот и значит еле влез значит в эту машину и он давай значит меня смешить и рассказывать что машина ты не понимаешь старик там передние какие-то приводы там подвеска жиклеры там а я антитехнический человек я не понимаю я тогда хорош хорошая да и думаю когда же кончится неудобно то лучше машину тот старый мерседес то можно было сидеть здесь невозможно абсолютно и значит и он горит и она разбегается там за 10 секунд вообще такая а я все да да увидит мне не нравится и тогда значит он делает так мы едем по мосфильновской набережной не знаю там 80 100 километров быстро он ездил очень быстро и он так отпускает роли оборачиваются еще тут там сзади у себя начинает значит это самое и тут я крякнула это что делаешь ты как мы же едем светофоры он говорит так старик я тебе объясняю какая-то машина эта машина это автопилот у нее есть автопилот и вот часу эти красный свет она становится вот там надо повернуть она повернет тут вообще никаких проблем вообще рулить не надо я это все услышал в девяностом году уже его нету десять лет я за приезжаю в германию это же попал в какую-то жуткую компанию автомобилистов они все там решали чего оттуда гнать в москву значит какие там носит и я сидел сидел мне говорить ничего вот так же вот как сегодня молчал молчал а вот и потом горя вот и моего отца с автопилотом а там наши то они как бы вот думают шутят наверное а немцам перевели они не понимают и смешно они горят таких машин нету их не может быть зачем тогда вот там была такая круглая штука города было игре значит не было автопилот я 90 до 90 года я живу вот эта история и главное он мне не рассказал что у меня разыграл так вот это вот 10 лет это история была что касается того вот как вот хотел он где-то за несколько месяцев до смерти он со мной поговорил и говорит но кем ты хочешь вот я могу тебе помочь на что давай а я занимался спортом а в общем у меня не было никаких проблем то есть я мог поступить в любой институт и играть за этот институт спортом заниматься вот и ягода мне плевать там я в геологии летом я не знаю в медике мне все равно а вот и он так говорит но я горит надеюсь что артистом ты не будешь ягода нет ну что то это почему и еще вот уже потому что миша велел выступить как вот мы вот воспринимали своих родителей но все считают что вот но там что дети актерские они такие мажоры но вот может быть миша шевчук вот миша и шевчук да вот а вообще как бы такая же жизни и мы их воспринимали во всяком случае так нормальных родителей до папа там стрясти с него что-нибудь там какие-нибудь деньги жевачку вот и он повел меня в цирк значит на цветном бульваре и и а для ну никулин ну что гону бог вот для детей и он видит у меня вот такие глаза ингрид на хочешь мы пойдем я чуть-чуть так нервничаешь пойдем познакомимся там нет 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 но вот такой же был тоже тормозил и заводит меня и они там и все и сбежался весь цирк весь цирк я это но сейчас я понимаю почему и а мы сидели вот в маленькой такой гримерке не знаю они вдвоем там сидели шутин никулин вот и они так про меня забыли тут же и он они мне написали программку там они смешные рожицы свои такие нарисовали я сижу благоговей и вдруг значит мой папа просто обычный папа начинает с великим никульным который вот не просто зайцы там вот косит трава вот который вот только что вот ходил в этой своей шляпе и все ему хлопали и он с ним на ты я думаю елки-палка какой же наглец вот как он может это как как так можно и то есть я к тому что мы не воспринимали их как как великих людей мы воспринимали их как родных людей как близких людей когда видели кого-то кого мы считали великими и последнее что я вам хочу сказать есть какой-то человек странный ходит по москве вот миша когда я с ним захожу в магазин и и все обязательно же спросят кассирша они говорят а скажите это вы и миша не дает им сказать вот вот это вы ангри и они да 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 вот его значит сначала к миши подошел этот человек отдельно от меня и говорит это вы миша грит я очень люблю юрия никурина вы же сын юрий никурина а потом этот же человек подошел ко мне вот и сказал это вы я стал говорить ну вот так же долго я мялся долго разминался и говорю ну да да как я любил любил юрий никурина говорит вы же его сын вот вот и все почему говоря закончил а можно про мерседес нужно сказать историю коротенькую я часто ездил с николь на горы с дачи с дедом с моим вот опять про деда история начнется тоже был мерседес который был как выяснилось собран из четырех разбитых мерседесов купленных значит где-то в дипломатическом корпусе тогда так можно было только иномарку в общем приобрести и в течение там двух или трех лет мы с ним когда возвращались с дачи то у него играла все время одна и та же музыка тумбалалайка есть такая вот какая-то видишь да тумбалалайка я могу слушай в какой-то уже прошло года три я говорю а ты не хочешь кассету поменять он как какую кассету а я не знал то что он думал все эти несколько лет он думал что когда он едет на этой машине то должна играть тумбалалайка